Привет, это снова я узнали. Продолжаем разбирать косметику. Надо успеть до Нового года, надо успеть до Нового года, поэтому сейчас разбираем прям огромную кучу пудры, тональные основы, как их там, в общем, тыры-пыры. Вот, что я хотела показать вам в хайлайтерах, но не нашла. Ультра-строуп крем от Makeup Revolution. Я думала, что ультра-строуп это что-то прям сияние-сияние, но, к сожалению, это какой-то крем, вот про крем здесь правда написано, который... Чё? Который просто есть, который неприятно пахнет и который ничего не делает. Он даже, ну, вообще минимального блеска в нем нет. Я не знаю, может быть, надо было как-то дунуть-плюнуть, но я вот... Вообще ничего нету. То есть использовать это как базу под макияж я не буду, потому что он неприятно пахнет и липкий. Никакого сияния он не дает, поэтому не рекомендую его никому. Не покупайте, не тратьте деньги. Голографическая упаковочка красивая, но... Пока! Не буду прям так... Буду брать, не глядя, в общем. Новый мой Professional миниатюрка от Benefit. Мне очень нравится запах. А так как, в принципе, эффекта от баз под макияж я особо прям не вижу. Может, у меня не такие огромные поры, может, они не действуют просто. Но вот наносить вот это очень приятно. Очень приятный запах, очень приятная консистенция. Я куплю себе полную размерку и буду им прям мазать себя, потому что это действительно удовольствие. Да. Shine Killer от NYX. Тоже база под макияж. Праймер. Миниатюрка мне досталась от Марка Кауфмана в его косметичке. Хорошая вещь. Действительно, чуть-чуть помогает бороться с сиянием излишним, с жирным. Да, да. Мне нравится. Плюс такая упаковка, что я ее вот использую, и она у меня не испортится. Да, мне нравится. База под тени от ZOEVA. Про нее расскажу позже, потому что у меня будет отдельное видео про заказ с сайта ZOEVA. Блин, я что-то как-то у меня ребенок волосы почепушил, и куда-то они, в общем, все у меня. Про это отдельно пока ничего не скажу. Заканчивается. Наверное, я ее уже выброшу. База от... Я даже не знаю, что это за фирма была. Что-то на корейском. То ли Холика-Холика. Холика-Холика. База под тени, она уже неприятно пахнет. Я все еще мажу ее себе навеки, и периодически думаю, что я умираю. А она умерла уже давно. Надо выбросить, когда я вот при вас ее выбрасываю. Но это была лучшая база, которой я когда-либо пользовалась. Холика-Холика вот в такой вот упаковочке. Она была хороша. Элф. Это пудра под глаза. Нахера? Кому вообще нужна пудра под глаза? Вот серьезно. Что это? Зачем? Для чего? При этом эта пудра под глаза, ну, имеет мелкий помол, она приятная, да. Но в ней еще куча мелких блесток. Я от нее избавляюсь. Ее осталось немного. Нет, ее осталось много, но... Ну, просто я ей не пользуюсь. Я не хочу отдельно пользоваться пудрой под глаза. Серьезно. У меня слишком короткая жизнь. Я уже старею. Мне надо, в общем, идти вперед. Wet n' Wild Mega Glow Makeup Stick Conceal. Это жирная какая-то субстанция в стике. Я ей, честно говоря, не пользуюсь. Сказать про нее ничего не могу, потому что... Не знаю. Она для меня слишком какая-то еще пока неопознанная. В стике не очень удобная. Она жирновастая. У меня все-таки... Ну, не знаю. Пока оставлю, но ни хорошего, ни плохого ничего сказать не могу. Viba. Рисовая пудра. Я... Ее очень любит Лиза Краснова, насколько я поняла. Причем я купила не по ее, как бы, рекомендации, а просто увидела. Мне нужна была рассыпчатая пудра. И я ее купила. Я... Вроде бы она ничего. Стоит она 300 рублей. Но когда я стала наносить ее бьюти-блендером из, значит, фикс-прайса, она у меня на лице скомкалась в такие прямо вот какие-то корки. И такого со мной раньше не происходило. Я не знаю, почему это, но, в общем... Ну, это очень дешевая рассыпчатая прозрачная пудра. Попробую ее еще. Бьюти-бомб праймер под глиттер. Я отдельно про него уже говорила. Это какая-то параша, которая не держит абсолютно ничего. Я ее выбрасываю. Мой любимый консилер в этом году – это Камуфляж Плюс. Здоровое свечение от Essence. Он чудесный. Я им пользуюсь каждый день. У него удобный аппликатор в форме сердечка. Он... Именно под глаза я его использую. Он не застывает в такую прямо вот корку. Он дает такое естественное, мягкое... Вот, знаете, когда обычно говорят свечение, это типа ты как, блин, жирная. Нет. Он просто приятное, натуральное, как кожа такая. Естественное сияние кожи. А не вот ни жирноты, ни блесток. Просто очень хороший, действительно дешевый консилер. Обратите внимание. У меня самый светлый цвет. 10 Light Ivory у меня цвет. Вот прям отличная вещь. Люблю. Дальше закончила уже почти. Но вот этот вот, вот этот вот, который мой любимый, я его не использую на глаза, как... В общем, когда крашу глаза тенями, я его не использую. Потому что он все-таки не застывает до конца. А вот этот вот Estrade, он был моим любимым до того. И сейчас он все еще мой любимый. Но я в основном использую его, когда крашу глаза. И нужно как-то перекрыть цвет, чтобы было сложное... В общем, сложное прокрашивание глаз тенями. И я наношу вот этот вот консилер, потому что он застывает прям очень быстро и хорошо. Отличный консилер. Катрис. Это у меня номер 21. Извините. 21. Люблю. Стоит что-то 120 или 130 рублей. Такое. Неслин. База под тени. Белое. Невразумительное говно, которое не застывает на глазах. И тени у меня с ним скатываются. Но зато белого цвета. Если вам надо прям что-то белого цвета, купите. Недорого, но я не знаю зачем. Праймер. Классический праймер от Banila Co. Силиконовый. Я его уже заканчиваю. Ну, неплохой. Но теперь мне нравится. Вот Professional от Benefit. CC-крем. Ну, как бы это что-то между базой под макияж и CC-кремом от Banila Co. Когда у меня нет проблем с кожей, я носила его просто как тональник. Чтобы он мне выравнивал цвет кожи. И он хороший для этого. То есть он имеет такое небольшое розово-белое свечение. Так что это подходит только для светлых женщин. Потому что он немножко выбеливает лицо. Просто подчеркнуть, немножко выровнять цвет лица. В общем, неплохая штука. Но, наверное, пока я от него отдохну. Да, пользую и отдохну. Последнее время я пользуюсь Clorans Skin Illusion. Это у меня цвет 100.5. Мне нравится. Но, ёб твою мать, ненавижу капельные тональные основы. Потому что, когда я начинаю их носить на лицо, у меня капает это все на сиськи. Потому что они у меня огромные. И у меня всегда все вещи вот здесь вот заляпаны. Я хожу как бомжиха. Поэтому вот дизлайк, в общем, вот этому, что он очень жидкий. Он прям капельки. Но все остальное меня в нем устраивает. Тональный от Wet n Wild Photo Focus Foundation Soft Ivory у меня цвет. Он безумно красиво смотрится на камере, на фотографиях и так далее. У него, в принципе, удобная вот эта вот лопаточка. Стоит он недорого. Но его настолько неприятно наносить, как только можно представить. Это жир, очень жирный жир с песком. Вот его наносишь, вот нанес его, ну отлично прямо. Вот прям классно смотрится. Но вот это нанесение настолько мерзкое. Там какие-то мелкие частички. И я им редко пользуюсь. И пользуюсь только, когда именно что-то снимаю. Потому что все-таки он не очень натурально выглядит на лице при дневном свете. Странная вещь. Но если вы фотографируетесь часто, то да, вполне вам может подойти. К нему же еще есть консилер. Тоже такой же фотофокус от Wet n Wild. Он почему-то у меня в самом светлом оттенке. Но он какой-то желтоватый. Поэтому пользуюсь я им редко. Но вот типа в пару он норм. Не самый мой любимый, прямо скажем. Но и не отстой. Ти Би Би от Холика Холика. Все его знают. Я его допользую. Пока больше не куплю. Потому что уже поднадоел. Показывала биби крем от Упс. Номер один лайт для нормальной сухой кожи. Я не знаю даже, что это за фирма такая. Купила я его за 120 рублей в магазине Watsons. Это такой очень легкий, как это называется? Tinted Moisturizer. Он не забил у меня поры. Он вкусно пахнет какими-то детскими конфетками. Всем, кому рекомендуют. Всем, кому надо просто намазаться и пойти. Неплохая вещь. Посмотрите. Меня многие купили по моей наводке. И ничего плохого про него я еще не слышала. Но вот какой-то неизвестный производитель. И у него два тона есть. Более светлый, более темный. Так что, в общем, он очень дешевый и неплохой. Консилер-корректор от NYX. Мне нравится. Под глаза нет. Но всякие замазывать прыщики вполне да. У него приятная консистенция. У него он приятно наносится. Он хорошо держится на коже. Застывает. И скрывает недостатки кожи. В Эдн Вайл. То же самое, значит, фотофокус. Пудра компактная, прессованная. Ничего. Не знаю. Я не могу найти хорошую пудру. Обычная дешевая пудра. Особо без цвета, которая рассеивает немножечко, значит, все ваши эти... Что там у вас? Несовершенство. Рире-консилер. Хороший. Но просто сейчас у меня столько консилеров, что... Видите, я в нем уже проделала дырку. Я пользовалась им часто. Так что я могу свободно отправить его. Он такой, немножко более жирный для меня сейчас. А так как у меня появился NYX, который менее жирный, я, наверное, его отправляю в праотцам. Странная вещь. Капельный тон от Catrice. HD, который Longwear Radiance. То есть, который не такой, в общем, матовый, как прошлая версия. Он очень жидкий, такой же, как и Clorans. Его очень любят многие. И даже я бы его любила. Но, во-первых, мне не нравится, что он расслаивается, когда стоит. Прям вот сильно-сильно. И, во-вторых, почему-то это у меня номер 010 Light Bash. Он почему-то у меня окисляется вот здесь вот. То есть, я его нанесла, все в порядке. И через 10 минут у меня вот тут такая собачья морда. Я не знаю, почему. Я не могу этого объяснить. Может быть, здесь у меня что-то другое с кожей, с, не знаю, с выделением себума. Я не знаю, в общем, я в этом не понимаю. Но с другими тональными у меня такого не происходит. Если у вас происходит такое, расскажите мне, пожалуйста, почему тон окисляется не весь, а на какой-то части лица. Серьезно, вот это меня прям бестит. База под глиттер NYX великолепная. Я всем рекомендую. Держит глиттер как прибитый, даже если вы намажите его так лицер. Я не знаю, почему мне пришла эта рифма, потому что я поэт. В общем, короче, держит отлично глиттер везде. Даже, наверное, слизистый тоже будет держать. Но вы не экспериментируйте на всякий случай. Или записывайте это на камеру, чтобы стать знаменитыми на YouTube. Это странная вещь. Написано, что это типа крем невесты. Это популярно в Корее. Это такая белая субстанция, которую вы наносите на лицо, и она становится белым и как будто припудренным. Это можно делать только если у тебя очень белое лицо, и оно идеально выскраблено. То есть на нем нет никаких неровностей. Иначе будет выглядеть очень плохо. Как будто ты труп разложилась, значит, и это все от тебя вот так вот отлетает кусками. Пахнет приятно. Я не знаю, куда его использовать. Как базу нет, сверху нет. Это странная вещь. Не знаю, не найти в нем применения. Поэтому, наверное, я от него избавлюсь, чтобы он не занимал место. Клоранс. Лучший консилер под глаза. Такой более высокой категории стоимости. Вот такой вот консилер. Огромная упаковка. У меня цвет 0,0. Он немножко желтоват. Но вы имейте в виду, что это консилер, который перекрывает вам ваши круги под глазами. Он такой плотный. И когда наносишь сверху уже вот его так, он перекрыл, значит, темноту и стал нормального цвета. То есть не бойтесь, цвет 0,0. Он для вот таких светлокожих норм. Я его люблю. Осталось совсем чуть-чуть. Это Клоранс Мультирегенеран. В общем, короче, тональная основа, которая призвана бороться со старостью. В том числе и моей. Мне не нравится ее запах. Она пахнет бабушками. Тот капельный примерно так же пахнет, но там концентрация чуть меньше. В остальном хороший плотный тональный крем, который я люблю, да. Но не дешевый. База под тени от Эвелин. Почему-то она цвета, где там я намазала, почему-то она цвета этого консилера. Не знаю зачем, не знаю почему. Ну, дешевая база под тени. Что с нее взять? Никаких мыслей у меня по этому поводу нет. Очень странная вещь, которую я не поняла. Бьюти Флэш Байм от Клоранс. Честно, не поняла еще, что это. Это вроде как и не тональник. Это не база. Это не крем. Это... Кто этим пользуется, расскажите, пожалуйста, для чего это надо. Я его пока оставлю, но... Такая ситуация. Значит, досталась мне коробка красоты от Look Fantastic. В ней была... Она была ужасная. И в ней был пробник вот этой вот пудры от Vincent Long. Это охренительная пудра. Это пудра моей мечты. Она мягкая, она невидная, она красивая, она... Прям вот обожаю. Я в нее влюбилась с первого взгляда. Ее совершенно не видно на лице. Но ее нигде не купить. Нахера класть в коробке красоты вещь, которую нигде не купить? Если вы видите где-нибудь Vincent Long'a пудру, пожалуйста, скажите мне, где я куплю себе тонну. Обожаю. Такая классная. Прям невозможно. Рассыпчатая пудра от Clorans Multi Eclat. У меня номер 01 Light. И она достаточно сильно пигментированная. Ее надо чуть-чуть, нелегко переборщить. И... Не знаю. Она тоже пахнет бабушками. Она очень качественная в плане Clorans. Косметика я вообще обожаю. Но вот она такая... Мне бы хотелось, чтобы она была менее плотная. Пользуюсь ей вот когда мне нужен какой-то плотный макияж. Пудра от Becca не так давно показывала. Это та пудра, которая мокренькая. Мне Ксюша сказала, блогер, что она быстро высыхает. Поэтому сейчас я пользуюсь в основном только ей. Уже более-менее с ней подружилась. Неплохая пудра, но стоит она как бы 3000 рублей. Мне кажется, можно найти и подешевле. А платье мы исключительно за то, что она мокрая. То есть, ну, мы не знаю. Мокрая, мокрая уже. Уже заканчивается вторая упаковка Beauty Credit. Это какая-то корейская фирма. Я не знаю, честно говоря. 21 номер у меня. Это пудра неплохая. Вот так она выглядит. У нее очень красивая упаковка с лошадкой. Я ее люблю. Наверное, я ей допользуюсь. Выброшу, сделаю небольшой перерыв. Но такая милая упаковка. И вообще это все так мило. Хорошая и дешевая. Найдите, купите. И последнее, что осталось, это от Clorance. База разглаживающая под макияж. Ну, не знаю. База разглаживающая под макияж. Я не вижу эффекта. Она не очень приятно пахнет. Мне больше понравился Benefit. Честно говоря. Она неплохая. Не могу сказать про нее ничего плохого. Но она дороже, чем Benefit, мне кажется. И она в баночке. Не очень удобно ковырять пальцем. Поэтому, когда вы ковыриваете пальцем, легко переборщить. Потому что палец у меня как бы не маленький. Наконец-то я все разобрала. Очень многое уже полетело в помойку. Сейчас мы разберем все остальное. И будем праздновать Новый год. Не забывайте подписаться. Напишите вам, пожалуйста... Напишите мне, пожалуйста, что у вас есть из того, что есть у меня. И что бы вы могли мне порекомендовать прикупить в 2019. Потому что я делаю виш-лист и хочу ему следовать. Вот. Всем пока!